о здорово привет сегодня этот решил я тебе рассказать о сварке труб полипропиленовых но не торопись переключать ты не все знаешь есть кое-какие наработки даже одна самоделка для того чтобы понять правильно считается что полипропилен это самый простой способ сварки труб для дачи для дома и так далее по факту он является только самым дешевым но не самым простым поэтому есть нюансы при сварке о которых я сейчас вам расскажу и вы мне поставить лайк за это видео хорошо итак мы имеем сварочный аппарат вот эта насадка ditron а если вы будете покупать какие-то насадки с которым хорошо работать покупать нас от не трон отличная насадка отличное покрытие которое долго не пить не сгорает ну и работа с ним в кайф и есть простые насадочки которые надолго не хватает вот первый сайт покупайте насадки ditron и будет у вас все хорошо а второй совет бывает при сварке труб опытный сантехники они берут муфточку фитинг какой-нибудь нагрели и начинают сваривать они знают моменты когда им нужно остановиться когда давить для нагрева а когда вытащить ну это это опыт его не пропьешь как говорится но если вы человек который только начали увлекаться полипропиленом хотите варить правильно нужно знать об одном нюансе если не до держать фитинг и начинает сваривать технология сварки нарушается и соединение не такое крепкое то есть не до грели полиромизации толком не произошла диффузии материалов друг в друга а второй вариант который неудачный для начинающего ну и для опытного это перегрев перегрев трубы если диаметр трубы у нас вот такой проходного сечения а если перегреть перетолкать насадку то может произойти вот такое заужение сейчас я вам расскажу о некоторых моментах которые наработаны в практике и сделал одну самоделку которая будет помогать начинающим сантехникам таким как ты ну или не начинающим показываю итак вы приобрели сварочный аппарат насадки новые у вас вы счастливый человек и будете сейчас осваивать новую новый процесс новую технологию до смотрим фитинг имеет внутри ограничение и вот труба берем карандашик можно взять линеечку и по линеечке отмерять а я вот покажу более простой вариант взяли карандашик уперлись карандашка вот этот буртик и пальцем здесь зафиксировали вот это вот расстояние является расстоянием для вставления у раз труб ребятки кто опытный смотрит делайте как хотите я показываю ребятам помоложе менее опытными людям посваивающим новую профессию и так далее вот вот это расстояние должно быть в муфте берем муфту и начинаем одевать иногда муфта впервые заходит потому что муфта может быть из хорошего материала труба из не очень хорошего производители разные вот дошли до этой метки дальше не заходим подождались 3-4 секунды кстати каждому аппарату свое время выдержки поэтому читаем инструкцию вот что у нас получилось и одеваем я демонстрирую могут нюансы но косички и так далее одели и держим не позволяем трубе вытолкнуть муфту качественно ли вы запаяли посмотрите сюда если нету заужений вот в трубе значит качественно вот этот наплыв он может вы его зайти внутрь и будет место заложено соответственно сопротивление току жидкости будет выше вот не доходите до этой метки третий совет смотрите какой не совет лайфхак смотрите как хотите так и называйте вот у вас труба вам нужно сделать отметку на какую глубину зайдет карандаша нету мы потеряли вы карандаш там не знаю напарник его съел за ухом носите и дать но найти не можете такое тоже бывает да как сделать отметку берете обычный саморез саморез везде на стройке есть тоже делаете вот так как с карандашом и наносите черточку ничего же не видно многие скажут вы берете грязными руками там когда работаете грязно же все везде руки тоже не чистый проводите это пальчик о чудо пальчиком провели и отметка осталось вот еще раз нету отметки да хоп есть этот лайфхак также работает например здесь на торце написано у них какие-то какая-то информация у некоторых материалов эти свет убавлю немножко видите что-нибудь ну вы не видите потому что вы смотрите с камеры тоже грязный палец взяли вот так вот провели и все сразу стало видно полипропилен диаметра 20 диаметром 20 пм 25 то что вы вот так вот грязными руками провели вы обозначили контур также с черточкой вот черточку в эту бороздку попала грязь и вы прекрасно начали видеть вот совет который третий и сейчас будет самоделка самое важное вот так вот вот Продолжение следует... Итак, друзья, вы посмотрели, это не мое кино. Что было на нем изображено? Вот заглушка. Дерементом 20 мм. Мы выплавили ту часть, которая садилась бы плотно. И вот берем обычную трубу, засовываем сюда. Берем карандаш, делаем меточку для монтажа. Вытащили. Этот шаблончик там в карман положили. На веревочку повесим. Ну как хотите, так и си-и-и. Вот. Меточка получилась. Когда вы надеваете в росту, посмотрите на эту меточку. Не надо в линейке подходить. Вот у нас есть шаблон готовый. Все. Шаблон готовый. Есть. Далее, что у нас. Вот я взял 25 муфту. Сюда свободно заходит труба диаметром 20 мм. Соответственно, если для 25 трубы берите 32 муфту. Для 32, 40 муфту и так далее. То есть, делайте шаблончик. Вот здесь отступаем 3 мм. Вот здесь. Засовываем трубу. Затягиваем ее. Это шаблон я вот буквально вот сейчас вот на коленке все придумал. Смотрите, если вам удобно, пожалуйста. Можно сделать как-то красивше, там удобней. Вот. Делайте вращение. Не обязательно целый круг, как я делал, а меточку. Вот. Даже там видно издалека. Проводите там грязными руками все это хозяйство. У вас метка осталась. Вот такой навык для начинающих. Если вы только начинающий сантехник, там, ну, все в душе сантехники, все с водопроводом, там, с гофрами, с канализацией, работать. Это наша жизнь. Мы все время окружены какими-то заботами. Так вот, если вы начали трубы упаять, такие шаблончики вам будут полезны. Раз. Не обязательно с линейкой ходить, а вот такие шаблончики сделали. Ну, можно в самый простой вот, который я показал. А может немножко усложнить и сделать так. И вы со временем научитесь обходиться без этих шаблонов. Вы будете понимать, у вас в голове будет сидеть, если вы там системы отопления для дома собираете, там, достаточно объем, чтобы научиться. И вот. Все. Ставьте лайк этому видео, делитесь с друзьями, там, сантехниками, может удивиться. Пусть подписывается на канал. Ну, а ты обязан. Ну, не обязан. Ладно. Должен. Нет, не должен. Я должен тебе буду в будущем рассказать полезную информацию по сантехнику, которую лично знаю, которая наработана опытом. Подпишись, поделись и свободен. Ставь лайк.